Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Вабонгеймс. 26 апреля в США стартует юниорский чемпионат мира по хоккею, где сборная России сыграет в группе B против Чехии, Финляндии, Германии и США. Именно поэтому я в рамках нашей рубрики «Школьник, который тебя уделает» решил рассказать вам об отличном хоккеисте и просто хорошем парне Ване Мирошниченко. Которому в этом году исполнилось 17 лет, а он уже выиграл золото юношеских олимпийских игр, на которых был капитаном сборной России и стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мечкова. Дружище, а ты хотел бы получить тысячи фрибетов, всего лишь зарегистрировавшись? Такое возможно только у компании Бэтбум. Для этого вам нужно перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом ВАБОН. Эта регистрация займет у вас всего лишь 15 секунд. Я, например, пользуюсь отличным приложением, которое в прошлом сезоне было признано лучшим среди БК. Ну и убедитесь в том, что у Бэтбум самые высокие коэффициенты. Я уже с несколькими своими друзьями спорил на эту тему, и они все понимали, что я оказываюсь прав. Ну а фрибетами вы можете спокойно сразу пользоваться и забирать себе выигрыш. Не нужно ничего отыгрывать. Сегодня я, естественно, заряжаю на вот эту игру. Ну и советую тебе тоже не тупить. Только не забудь воспользоваться промокодом ВАБОН. Это очень сильно поможет нашему каналу. Удачи! Ивана считают одним из самых талантливых российских хоккеистов последних лет. А иностранные СМИ после победы на юношеских Олимпийских играх стали звать его Новым Овечкиным. Из-за его силовой манеры игры, а также отличной скорости и классного броска. Вы только посмотрите на эту шайбу из офиса. Никого не напоминает? К тому же Ваня имеет очень приличные габариты. 185 сантиметров роста и 84 килограмма веса. Ну и хват, как вы поняли, у него тоже правый. Короче, сравнение СОВИ неспроста привязалось к молодому форварду. Мирошниченко является воспитанником школы Витязь. Но в декабре прошлого года перешел в систему авангарда. И уже подписал трехлетний контракт с клубом. Правда, в планах Ивана по окончанию прошлого сезона была поездка в американскую лигу USHL. В команду, где играл Андрей Свечников. Но пандемия спутала все карты. Иван не смог получить американскую визу и был вынужден самостоятельно тренироваться. Кстати, на этот чемпионат мира он тоже мог не попасть из-за проблем с визой. Но все-таки смог получить разрешение на однократный въезд на территорию США сроком на 30 дней для участия в турнире. И теперь Ваня играет за омских ястребов, где он является одним из самых молодых хоккеистов. Но уже смог набрать 15 очков за 20 игр, 5 шайб и 10 ассистов. Играть в хоккей Мирошниченко начал в 4 года, после того, как на день рождения его родители отвели на каток. Родители хотели отдать меня в хоккей, а сестру на фигурное катание, говорил сам Иван. В новой команде Ваня сразу влился в коллектив, но пока нужно время, чтобы привыкнуть к молодежной лиге, ее более высоким скоростям и более жестким силовым приемам, в сравнении с детским хоккеем. Но я думаю, с его габаритами эти моменты в скором времени волновать Ваню вообще не будут. Кстати, в хоккейном мире ходит слух, что возраст Ивана переписан. Но молодой хоккеист спокойно относится к таким слухам и говорит, что все, кто хорошо его знает, прекрасно понимают, что это не так. А как вы относитесь с таким разговором про Ваню? Напишите в комментариях. Сейчас же главными целями Ивана является попадание в основной состав Авангарда. И уже через пару лет он сможет задрафтоваться в НХЛ. А в каком клубе вы бы хотели видеть Ваню? Мы же желаем ему классного выступления на чемпионате мира и, конечно, победы. Следите за сборной России, болейте, поддерживайте и будьте всегда с нами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну а если тебе понравился видос, то обязательно подпишись на канал и поставь лайк этому ролику. А также напиши, про кого еще из молодых хоккеистов рассказать в этой рубрике. Всем спасибо за просмотр и пока! Субтитры сделал DimaTorzok